МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Когда наступит вечер, стихнут звуки И сумраком наполнится мой сад Я поднимаюсь в дом, сажусь краями Под музыку приятно вспоминать Когда и где теперь я не припомню Мерцали ярко звезды надо мной Ты подошел ко мне и осторожно Зовел не торопливый разговор Кладиши, кладиши, черные и белые Вы мне любовь несмелую напомнили скорбя Кладиши, кладиши, звуки незаметные Поцелуи нежные на моих устах Тебя любила я неосторожно Бежала на пролом к своей судьбе Ты вроде бы любил меня, но все же Я до конца не верила тебе Прощальную записку на рояле Оставил для меня любимый мой Банальные слова, слова прощания И вновь пустое небо надо мной Кладиши, кладиши, черные и белые Вы мне любовь несмелую напомнили скорбя Кладиши, кладиши, звуки незаметные Поцелуи нежные на моих устах Кладиши, кладиши, черные и белые Вы мне любовь несмелую напомнили скорбя Кладиши, кладиши, звуки незаметные Поцелуи нежные на моих устах Кладиши, кладиши, черные и белые Вы мне любовь несмелую напомнили скорбя Кладиши, кладиши, звуки незаметные Поцелуи нежные на моих устах Кладиши, 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 звуки незаметные Кладиши, кладиши, звуки незаметные Поцелуи нежные на моих устах На телеканале «Ля Минор» Рассказывайте, как, что? У нас есть постоянные телезрители И вот первый уже вопрос от них практически пришел Как давно вы поете? Ну, я пою всю жизнь Сколько я себя помню, столько пою Ну, с чего все начиналось? Рассказывайте, потому что все-таки участие И серьезное участие в детском хоре имени Попова Я ничего не перепутал? Да, ну, это у меня уже коронный мой рассказ Я рассказываю тоже на протяжении всей своей жизни Ну, петь я начала с пяти лет Сколько-то помню, себя столько пою Ну, хор радиотелевидения – это одна из ступеней, так скажем Можно говорить, кстати, не в этот микрофон, а в петличку Вас слышно прекрасно Так Это одна из ступеней, так скажем, моей жизни Ну, так случилось, что я попала в хор радиотелевидения Был огромный конкурс Я его с честью прошла И попала в хор радиотелевидения Стала там солисткой Пела «Крылатые качели», пела «Лесного оленя», пела «Звездопад» Мы были в лагере «Артек» Помню, целый месяц провели в Артеке Было какое-то знаменательное событие Сейчас не помню, по-моему, какая-то очередная Парт-конференция Не-не-не, юбилей, Дня Победы, по-моему, был какой-то Вот, и, в общем, вот так вот мы ездили за границу Хор, ну, дети едут за границу в то время, уж понимаете Это было крайне серьезно Да, это было очень интересно Ну, вот так вот прошло А потом достаточно быстро как-то это пошел Этап, я поступила в музыкальное училище Быстро закончила его Получила вокальное образование Быстро пошла работать в Росконцерт Все как-то пошло быстро, 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 быстро И точно так же мне пришлось и быстро Как-то так получилось, сложилась жизнь Что и за границу я уехала тоже очень быстро Ну, то есть, отвечая на вопрос Наиболее серьезно подготовленных телезрителей Дескать, а есть ли музыкальное образование у нашей сегодняшней гости Мы отвечаем смело, что образование есть Причем несколько его ступеней Да Рассказывайте, хотя нет, наверное, про жизнь за границей Перейдем чуть позже Давайте еще споем И, кстати, как сегодня сформирована программа Какие песни в ней участвуют? Ну, во-первых, участвуют песни, специально написанные для меня Авторов трое Значит, композитор Мой муж Борис Людковский Наверняка кто-то знает его Есть такой автор Изабелла Юхневич Я с ней недавно стала сотрудничать Очень интересная женщина Она пишет сама и тексты И сама пишет музыку Вообще, сама очень эрудированный, интересный человек Ян Сеич Гальпери Написал для меня И стал для меня большое, огромное наследие своих стихов Вот, к сожалению, сегодня у него нет живых Он уже ушел от нас Вот Ну и вот песню, которую сейчас я пела Как так получилось Что ни у кого не получалось написать слова на эту песню Музыка была уже написана А текст не получался Так я рискнула И вот я вам пела Свои слова, которые сама, так сказать, навеяла мне эту музыку Я сама их написала Ну, у меня это буквально, может быть, два-три текста Я, в общем-то, очень осторожно к этому отношусь А музыка? А музыка Бориса Людковского Ну, то есть сами музыку вы не пишете? Я нет Нет, я не беру за это То есть, представляя вас Перед следующими или после следующих песен Я буду говорить, что Говорить совершенно так точно Уже зная все досконально Что у нас сегодня в гостях Ляля Рублева Исполнительница всевозможных замечательных песен Да, мне вообще нравится, когда меня называют певицей Уважаемые друзья В программе к нам приехал на ля-миноре сегодня Певица Ляля Рублева И следующая песня «Белая скатерть» «Белая скатерть» Я бросилась в крайность И хлопнула дверью Что это случайность Мне хочется верить Осталась в квартире Осенним капкане Одна в целом мире И сладком турмане Я память листаю Она бесконечна И вновь зажигаю Потухшие свечи А может быть ветры В окно постучаться И скажут мне Где ты Куда надо мчаться А может быть ветры В окно постучаться Белая скатерть Белая скатерть На черном столе Кофе остыло Вино недопито Ты не простился И скрылся «Белая скатерть» В окно зажигаю Я не верю Не верю Не верю Что все позабыто ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А ночи на исходе Тоскливо мне что-то На старом комоде Стоит твоё фото Я жду возвращенья Как ждут птицы весной Развей все сомнения Останься со мною Я жду возвращенья Как ждут птицы весной Развей все сомнения Останься со мною Белая скатерть На чёрном столе Кофе остыло Вино недопито Ты не простилась И скрылся И скрылся вам клет Не верю Что всё позабыто Белая скатерть На чёрном столе Кофе остыло Вино недопито Вино недопито Ты не простился И скрылся вам клет Не верю Что всё позабыто Ты не простился И скрылся вам клет Не верю Не верю Что всё позабыто Рассказывайте, как складывалась жизнь за границей И псевдоним Это уж сто процентов Возникнет такой вопрос Псевдоним ли Те слова, которые я произношу, представляю вас? Ну так скажем, наполовину Елена, Ляля Одно и то же, в общем-то Просто Ляля, скажем так Это ласкательно, уменьшительно Но она ко мне приклеилась с детства И поэтому меня все называли Лялей То есть везде На работе, на учёбе Ляля, Ляля, Ляля А Рублёва Это мои старые-старые корни Мы откопали Когда искали фамилию Ну у меня такая не очень звучная была фамилия Поэтому нужно было что-то найти И, в общем, собственно Это принадлежит Яну Сеновичу Галеперину Он мне так сказал Создал свой такой Псевдоним Потому что, когда я говорила Елену Он говорит, зачем тебе Елена Если тебя все называют Лялей Тебя же все знают Ляля Зачем тебе Елена И он, в общем-то, я говорю Ну да Это получается, говорят, путаница Вот Так что вот Создание вот такое Как половину можно считать Наполовину Ну, в общем, у меня как-то он устраивает Ну, почему нет Во всяком случае Звучит звучно запоминающийся В принципе, то, что нужно для Хорошего, профессионального Эстрадного артиста За границей, да За границей Как там жилось Как там выступало и что самое Ну, поначалу было очень тяжело Это вот ни для кого, я думаю, не секрет Кто пережил эмиграцию Прекрасно знает Я не буду лукавить Первое время было очень тяжело А потом потихонечку Как бы Ну, сами мы как бы себе прокладывали путь Кстати, о какой стране мы говорим Говоря про заграничку А первая страна моя была Израиль Первая Вот И, значит, пришлось Учить язык Причем Я учила язык Я не очень способна к языкам Ужасное качество Ну, так есть Оказалось бы шикарный Нет, я прекрасно Как бы здесь Чувство ритма и прочее Нет, ритма, да Говорят, что это для языков Говорю А вот Когда начинают быстро Между собой люди говорить Понять очень бывает сложно Да Ну, неважно В итоге я выучила И тот язык И английский Ну, не будем говорить Что на высоком уровне Но достаточно для того Чтобы общаться Да И вот Прокладываю работу Я начала с того Что я Подобрала себе репертуар Ну, я была в Израиле На Иврите А какой, кстати? Израильских песен Состояла репертуар Но израильтяне Очень любят Русские народные песни Поэтому я воспользовалась Такой маленькой лазейкой Вставила туда Русские песни Потом они говорили Это наши песни Вот Но это такая шутка есть Вот И я сделала себе программу Сольного концерта Двухчасового На Иврите С видением Причем я Говорила еще очень плохо А концерт выучила И вот я вот После концерта Ко мне подходят израильтяне И пытаются со мной говорить Это какая смешная ситуация Причем я Человек только что Блиставший на сцене Говорит Извините Я вас понимаю Через слово Я очень тогда Старалась Обходить эти Островы Я знала Абсолютно О чем я пою Я перевела все И я училась Чтобы петь без акцента Потому что Они не приемляют Пение с акцентом Ну конечно Раздражает Наверное Наверное Поэтому так сказать Вот собственно так Ну и вот так вот Мы продолжали Я была Дважды съездила Там очень престижно Есть Проводится фестиваль В Араде В Араде Израильская песня Вот я дважды Была приглашена На этот фестиваль На фестиваль Я стала Врядом песен Наидыш В Израиле Ну в общем Где только там Можно было участвовать Я участвовала Ну а потом Очень маленькая страна Это кроме всего прочего Но Я буду лукавить Если я скажу Что я не хотела Вернуться в Россию Хотела сделать Почти сразу Вот Потому что Я поняла Что я Как бы совершила ошибку Что этого не надо было сделать Надо было Остаться в России Вот Но я не могла Этого сделать Потому что Нас в то время Отобрали Паспорт Да То есть Гражданство Не дадим Да Вот И А потом уже Как бы Я говорю Вот Эмиграция Это ловушка Такой своеобразный Капкан К этому надо Очень серьезно И осторожно Относиться Особенно если Ты едешь с детьми Или там С родителями Если ты даже Хочешь Сам для себя решил Че нет Я свободная птица Поехала туда Поехала сюда Да Но есть там Допустим дети Которые ходят в школу Ты не можешь их просто так взять Сорвать из одной школы в другую То есть есть какая-то ответственность То же самое с родителями Допустим Ну у нас родителей не было Но были дети Что только добавило сложности Остроение себя Конечно В стране Конечно Но вместе с тем Я хочу сказать Что если бы не было эмиграции Я бы многому не научилась Сто процентов Ну о том О том что дает эмиграция В профессиональном плане Чуть позже Да А прямо сейчас Песня Которая называется Кошелек Исполняет певица Ляля Рублева Не хвастаясь скажу вам господа Что мне везет С мужчинами Всегда Один такой Есть ухажер То ли бизнесмен А то ли вор И нипочем И ему сам прокурор Он ростометр С кепочкой И ему хват Мал золотник Да дорог Говорят Пузатый Круглый Как арбуз Он для меня Козырный туз Ведь кошелек Растут Его Как флюс Кошелек 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 Твой хозяин Мне близкий Дружок Вы вдвоем Очень дороги Мне А пузаты Даже вдвойне Пара-па-па 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 Да, я, конечно, не Бриджит Бурдор И азбуки Не знаю От и до К работе Тоже негодна Но тонкого Ума полна И женской Своей слабость Усилена Всегда Курс верный Выбираю я Бросаю Там, где Надо Якоря А чтобы Жизнь была Легка Не обойтись Без кошелька И курс Я свой Держу На толстячка Кошелёк 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 Твой хозяин Мне близкий Дружок Вы вдвоём Очень дороги Мне А пузаты Даже вдвойне Кошелёк 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 Твой хозяин Мне близкий Дружок Вы вдвоём Очень дороги Мне Кошелек, 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 Твой хозяин, мне близкий дружок. Вы вдвоем очень долгим нет, А пусаты даже вдвойне. Кошелек, 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 Твой хозяин, мне близкий дружок. А вы вдвоем очень долгим нет, А пусаты даже вдвойне. ПЕСНЯ 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 лето. Они пропустили все это через себя. А что такое? Трудности, да? Вот, ну, нету ничего. Приехал человек за границу, у него нет ничего. Ни крыша над головой, ни языка, ни работы. То есть все это приобреталось впоследствии. И вот это все передалось в песнях. Или те, кто их пишет, или тот, кто их исполняет. Безусловно, не может быть по-другому. Вот я сейчас пела песню, а на кошелек такая, в общем-то, жанр, я считаю, песня такая шуточная. Разгульная. Ну да, такая. А тоже, в общем-то, где-то как-то оттуда же Изабелла Вихневичева написала. Вот. Тоже вот такая вот нелегкая судьба. Но вместе с тем, вот я говорю, интересно, потому что если бы не было иммиграции, я бы многого многому бы не научилась. Наверное, бы не побывала в таком количестве стран. Наверное, бы не было бы у меня вот всей этой Европы, где мне пришлось выступать, работать. А где, кстати, пришлось выступать? Ой, а где я только не была. Я не знаю. В Италии, в Германии, в Люксембурге. Значит, в Лондоне. Ну, мне трудно даже сказать, где я и где я не была. Может быть, южноафриканские. Нет, ну там не была, да. Я извиняюсь, там нет. И что-то как-то меня туда пока не тянуло. Да, вот. Кто обычно приходит на концерты? Это русскоязычные или местные аборигены? Нет, конечно, русскоязычные. За границей? Ну, конечно, русскоязычные. Если концерт объявляется, поют, я люблю, конечно, русскоязычные. Другое дело, что, конечно, приходилось нам работать и так, как говорили, на местную публику. То есть, скажем, ну, на израильтян, значит, я пела, на ивритян же говорила. А вот, ну, в Америке, значит, я я очень люблю работу вот такой, джазы-стандартно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!